О, давай, Кирюш. Всем привет. Всем привет, привет. С вами что? Кто? Счастливые? Кирилл, Кирилл. Счастливые люди. Ну ты в камеру скажите, пожалуйста, молодой человек. Всем привет, с вами счастливые люди. Мама, откуда я кольфа? Мама ж тебе что спросила? Кирилл, что мама спросила тебе? Нет, снимать больше не буду тебя. Всем привет. Так, с вами счастливые люди, да? А, в экран не можешь посмотреть? С вами счастливые люди. Прям как умирающий дебедь. Пап, тут вкусняшку у нас готовит? Мясо, помните, как-то, может быть, папа ролик там снимал, высылал, нет? Вкратце расскажу. На неделю мы замочили в уксусе и в специях с солью. И теперь сейчас на день замачиваем в воде. Постоит, лишняя соль выйдет. Несколько раз будем менять воду. И закоптим в аккуматор и в морозильную камеру. Как-то так. Что еще у нас нового? Сегодня солнечный день. Время обеда мы только вышли, как всегда проленились. Да нет, поздно устали. По-моему, я чего-то заболела. Гундосим второй день. Хрипим. Алиску сегодня мы прибабахали вот сюда. Сейчас принесли ей Патрика. Пищит, орет, домой просится. Стой, стой, тут травка хорошая во дворе впереди, но орет. Чего-то как-то возмущается. Вот так вот. Бегает туда-сюда. Чего бегает, не знаю. Соседка бы сходила. Сейчас цветок ей выкопаю. Тут детка есть у нас от пиона. И, в принципе, отнесем на обмен. Мелкую картошку отдаст. А еще мы у нее просили кустик прижать, чтобы корни пустил, чтобы детку, как говорится, забрать. Так, что еще нового? Кирилл Максимович уже весь, как чунька, грязный, да, сын? Так, папа наш, как всегда, туда-сюда ходит, не работает. Точно не работает. Не работает, скотина еще не кормлена. Палас не выстиран маленький. Мама, как всегда, все в командирстве. А мама всегда вот в такой вот позе стоит. Или вот кверху. Как дедушка Ленин. Или кверху он палец. Повернись, там солнце не видит. Или кверху. Да, поворачь. А мама в глазке солнце, это ничего не может открыть. Как-то так. Потом еще в огороде, как всегда, ничего не убрано. Как всегда, ничего не... Картошка не капана. Трава, как всегда, стоит. Все нормально. Кстати, ягоды, которые у нас есть осенью. Лопату взял? Копать цветок? Да. Это. Ягода цветет у нас. Все, все, вкратце. Фасольку ту я убрала. Тут все у меня... А, сегодня еще надо мне семена будет собрать. Кейл и капусты. У меня тут есть семена. Так, по-моему... А на этом, да. Вот она. Понемножку, да? Так, и вот здесь у меня взрывают семена. Вот они. Капуста кейл. Вот это у меня зеленая, по-моему, редиска. Насколько я помню. Сейчас, пап, иди. Иду. И вот тут салат еще у меня есть. Это тоже нужно сегодня собрать семена. Так. Как-то так. Вроде все. Это лично моя сегодняшняя задача. Что нужно собрать и убрать. Потому что укроп я уже сухой убрала. Так. И семена редиса я тоже убрала. Ну, сейчас пойдем копать цветок соседки. Деревенский бартер у нас такой тут. Все все меняем, всем все отдаем. Папа недоволен, потому что оторвали его от работы. Ну, что делать? Солнце ему. Солнце светит прямо в глаз. Вот такой я водолаз. Водолаз. Алиска, как всегда, идет. Все, пошли работать. День у нас продолжается. Папа у нас на крыше. Кирюша спрятался за папой. Где Кирюша? Всем привет! Ремонтируй. Крутой парень. Кто на крыше, Кирюша? Привет маме, скажи. Кирилл! Маме привет! Крышу розетта. Слив передвигаем, делаем. Помните, я вам рассказывала, у нас там болото. На, где утки, цыплята-то. Вчера или как-то показал, увидел. Покажу. Понимаю, что все гремит, но как-то так. Кирюся, смотрите. Сейчас хотим это делать. Кирюша, потише, пожалуйста. Вон там, видите, все же стекало крыша прямо туда. Теперь мы хотим это дело перевернуть. Чтобы на улицу. За забор пока текло вдоль забора там. Потому что здесь, ну, невозможно, невозможно. Болото. Болото, болото. Еще раз, бабушка, попробую пробраться-то. Показать вам. Помните, да? Вот тут болото все стоит, все сырое. Малышня вся грязная. Они замерзнут, тут лезут на эту травку. Сегодня очень солнечно, тепло. Алиска с Патриком гуляет. Папа на крыше. А я, а, у нас все, кстати, вот, веточка. Папа, ты говорил, не красные яблоки. Вон уже. Да, я уже. Веточка у нас одна зимняя в этом году. Дерево все полностью отдыхает. Поэтому, ну, сейчас небольшого ящичка наберется. Хорошо. Малышка, ты держишься? Он лазит здесь. Лазишь? Край не подходишь, да? Покажи, где ты ходишь. Край не подходишь. Как ты здесь ходишь? Покажи. Как ты бегаешь здесь? Что такое? Ты стеснялся, что ли? Носился тут. Папа тут кричал. Осторожно, осторожно. Ага. Край не подходишь, да? Да, он лазит вперед. Ладно. А у кого на лбу там что уже? Царапина, что ли? Или что это? Это грязь. Ладно. Папа работает. Смотрит засунь. Как ты лазишь? Ну-ка давай, смотрю. У кого красивый такой этот глазодер маленький? Вон он как лазит. Край не подходишь, да? Папа сказал, что не подходишь. Пап сказал, что не подходишь? Хорошо. Может ты туда не будешь так высоко залазить? По-моему, мама сейчас нервный срыв начнется. Не могу на это смотреть. На кого? На сына или на папу? На папу? Не, за папу у меня душа вообще не болит. У меня болит за сына. Маме глаз начал дергаться. Это вообще не очень хорошо. Кирюся. Аккуратно, ладно? Ладно, покажу вам, ребят, что я там делаю. Потому что сейчас мне нужно уже своих маленьких кроликов папе хожу, покормить. Нет, посмотрите, куда он. А там ведь высота приличная. Он помогает, да? Все делает сам. Сейчас от гусей, скажешь, ничего не останется, от уток. Сейчас он поможет. Пусть всех разгонит у нас там. Сосед пришел. Дедушка там живет. Пойдем, говорит, слази к Кириллу с крыши. Поможешь, говорит, мне. Папа, говорит, скажи сейчас вам. У него уток он держит. Гусей и уток ваших всех разгонит. От ней крылья останутся. Смеются. Но каждый раз слышит, как мы. Кирилл, Кирилл, отстань. Кирилл, не трогай уток. Сегодня одно утенка так прям любил сильно-сильно. Аж у бедного глаза вылезли. Ой, господи, ладно. Не доглядели. Так, чего там еще мама делала? Значит, собрала все семена. Семена. Сейчас покажу. Тут вот у меня зеленая редиска. Брюссель. Так, нет, это... Так, что это у меня? Это у меня... Брокколи. Нет. Киа, вот вспомнил, как называется. И это мята. Поставить нужно сушить. Как-то так. Так, дальше. Что еще сегодня я успела сделать? Красоту навели. С папой мы тут выдрали. Траву перед домом. Все вот так красиво сделали. Это уже вторая, третья кучка, которая уйдет сегодня вечером кроликам кормиться. Так, и вот здесь вот разобрала лук весь, почистила. Получается у нас вот таких 3-5 лоточков и чуть-чуть вот сверху лука. Мешок разобрала. Один лоточек у нас в коробках мелкого чеснока осталось. И небольшие вот такие вот, две большие вот таких ящика с большим чесноком для посева. И два таких же ящика. Они не глубокие, ребят. Чеснок, если не хватит на посадку чеснока. Именно уже в зиму я сажаю крупный чеснок, а мелкие куши. Так, что дальше? И останется еще нам, в принципе, картошку выкопать, чеснок посадить и яблоки собрать. Это то, что касается огорода, который вот прям вот совсем сильно-сильно нужно сделать. Вроде все. Я сказала то, что я сегодня делала. А, вот помощник покажу вам. Штаны, которые до обеда ребенок помогал. Да? Вот так вот. Ну, а спереди, в принципе, ничем. И так же весь. Кофта с курткой и все остальное. Поэтому, ребят, машинка у меня не выключается. Два раза в день, бывает и три. Стирка обязательно. Как только выходит на улицу, обратно заходит, стираемся. Ну, сейчас вечер у нас так будет продолжаться. Сейчас буду кормить кроликов, чтобы папе немного помочь там, пока он на крыше. Пока Кирюша занят вместе с папой. Потом что еще? Ну, уже, в принципе, наверное, стемнеет. Хотелось сегодня крольчиху еще пересадить. Если успеет, то пересажу. Подготовлю сейчас место. О, уже кричит, пищит. Нужно бежать. Ну, и на улице, думаю, что сегодня работа на этом наша закончится. Папа уйдет потом в сарай. Мы с Кирюшей в дом. Будем... Ой-ой-ой, утки опять что-то пищат, кричат. По-моему, что-то там опять происходит. Нужно бежать. Но у нас будет дела все дома. Всем пока. Всех любим, целуем. С огородом. Хочу сказать, сегодня вот подумала, опять пробежала у меня эта мысль. Все-таки я до сих пор удивляюсь и удивлюсь своим родителям, которые успевали держать скотину. Не как у нас, а скотина была серьезная. В больших количествах парники, которые огурцы и помидоры шли на рыночек, они продавали. И у них, как всегда, и битком морковки, и свеклы, и картошки. И все еще мудрались, помимо себе, еще и скотину, еще и на рыночек вынесут, продадут. Причем ягоды и все остальное обязательно собиралось. У нас тоже продавалось что-то, ну, что лишнего, да. Уйма, вечно тыквы, кабачков, все было, все росло. Я удивляюсь, ребят, знаете, одному молодцы, как умудрялись все. Я вот не понимаю. Я вот вообще ужасный садовод. Если в этом году, в том году у меня хоть немножко была морковь и свекла, в этом году у меня вообще нет моркови и свекла. Ну, лук мы не сажаем, потому что у нас здесь червячок съедает от лука. Мы как-то отказались от этой мысли уже давно. А все остальное, картошка мелкая, потому что она у нас была в траве. Я лично ничего не успеваю, поэтому хочу сказать всем. Здоровье обязательно должно быть на все это. Сила, желание обязательно. Ну и не разочаровывайтесь, если что-то не получится. Не получится в этом году, получится в другом году. И не слушайте тех, кто будет говорить вам и как ноги нам пишут комментарии. Да вы ничего не умеете, вы ничего не можете. Все, мы можем, мы молодцы. Так же, как и вы все молодцы. Держитесь, держайте, делайте, работайте. Главное, чтобы было здоровье и желание. Все, всем пока-пока. С вами были счастливые люди. Всех любим, всех целуем. Пока. Калина у нас, кстати, красотища. Покажу Калина. Это несмотря на то, что мы ее в этом году полностью, почти, ну, получается, весной пообрезали. А она все равно у нас молодец. Хотя в том году мы ведрами с нее на рынок возили. Маленько приболела. Все, точно. Всем пока-пока. С вами были счастливые времена. Пишите, комментируйте. Пока. Вот таких у нас три больших-больших ведра нашего винограда. Семь банок компота уже закатали. И этот осталось сейчас переработать. Вот так вот. В этом году у нас, слава Богу, винограда больше, чем в том году. Ну, такие вот дела. Будем работать.